Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как реагировать? Я обижен. Может я не права? Купила моему мужчине штаны Adidas. Классные, очень дорогие. На динаме есть расстояние. Сразу скажу, мужчина сейчас погружен в учебу или в декабре экзамен. Это мешает пока увидеть. Как только сказал про штаны, он сразу решил, что можно продвинуть дату встречи. Ладно, мне это меня обидело. Через просил. Какие штаны? Я сказал спортивные. Он мне, скинь фотку. Я говорю, это сюрприз. Сегодня мне пишет, лучше бы ты мне рубашку купила, но скинь фотку, Брук. Как это переварить? Может со мной что-то не в порядке? Как ответить ему красиво, что то, что он говорит, как минимум бескактно. Вот как, чтобы понял раз и навсегда. Заранее спасибо. Если я не права, поправьте меня. Ну, на самом деле, если человек не понимает, то он и не поймет. И раз и навсегда он не получится ему это донести. То есть, если человек бескактный, то он таким и будет, вы его в этом смысле не исправите. Либо принимаете его таким, как он есть, либо нет. Тут как бы без вариантов. Второе, конечно, тоже, что есть ощущение, что вы хотели ему сделать сюрприз. Я вас понимаю. Но, судя по тому, что вы пишете, вы не очень хорошо чувствуете, знаете, предпочтение мужчинам. То есть, если вы делаете сюрприз, то, наверное, делать его имеет смысл как-то больше из того, что нравится человеку, что человек хочет. Не из того, что вы выбрали для него сами. Вот. И вот в этом смысле вы, к сожалению, вы спаете в роли родителя. Понимаете? Скажет штука. То есть, вы, как родитель, покупаете обновку своему ребенку. Ждете от него благодарности. Ребенок говорит, я хотел что-то другое, и вы обижаетесь и обвиняете его в бесталкности. На самом деле, эта история про дождь, вы не слышите ни ребенка, ни себя. Я думаю, что, покупая мужчине адидас, эээ, что ли, вы хотели что-то сделать тем самым для себя самой. Я думаю, что-то, что-то вроде профлекса, когда мы делаем для другого. То, что хотели бы сделать для себя. Если бы это было не так, на мой взгляд, вы бы не чувствовали обиду. Вот. То есть, вашим случаем, обида, это нормально. то есть, это нормальное явление. Но связана она не с тем, что человек ведет себя без такта. Хотя это, может быть, правда. человек может ведет себя без такта. Но именно обида, вот именно, именно то состояние, которое вы описываете, с обидой, не связано. А связано с тем, больше, что вы чувствуете разочарование. Вот. Вот вы пишите, значит, как это переварить. Вот. Потому что, по сути, мужчина обесценил то, что вы хотели для себя, понимаете, не для него, как вам кажется. Ну, сейчас вам кажется, что вы хотели для него это. На самом деле, вы это хотели для себя. Покупая штаны, вы купили именно для себя их. Вы себя, хотя бы, хотели побаловать через его какую-то благодарность, его какого-то внимания и так далее. Отсюда обиды. Если вы готовы признать, что что-то такое имеет место быть, нам нужно заняться психотерапией, чтобы лучше разграничивать эти вещи. Если вы убеждены, что делать здесь только в доме, что мужчина поступил без тактно, тогда, конечно, имеет смысл хотя бы ответить на вопрос о том, как вы пришли к тому, чтобы купить, купить человеку что-то из одежды. Вот. Уверены ли вы, что знаете его вкус. И если да, то, значит, человек не ценит то, что вы для него делаете. Но, я не думаю, что без тактность проявляется сейчас впервые. Я так не думаю. Я думаю, что без тактность была и раньше. Но вы почему-то с ней мирились. Вы почему-то ее... Ну... Как сказать? Вы ее... Принимали? Получается. без тактность. Без тактность. А сейчас вдруг... Перестали. То есть это... На мой взгляд... Такое, знаете, вот... Ну... В какой-то степени... Это... Ложь на... Ложь на... Ложь на мнение... Насчет человека... У вас... У вас... Присутствует... Как мне кажется... То есть здесь вопрос... Про... Про... То... Насколько реально вы видите человека. Понимаете? Вот. Вот. Вот как-то так. Я... Как так, я думаю. Вам... Можно... Ответить сейчас на вопрос... Который вы задаете. Не очень в этой ситуации... Понятно. Я бы... Так сказал. Не очень в этой ситуации понятно... Что именно вам подсказать. Если вы имеете ввиду... Как переварить... То... Прожить. Сейчас вам это нужно прожить. Потому что... Это правда болезненно. Это... Правда неприятно. Вот. И... На мой взгляд... Только от вас... Зависит, что будет дальше. Но если... Я... Если я прав... И вы действительно смешиной... Ведете себя... Как родитель. Смей вас заверить. Ничего хорошего... Из этого не будет. В лучшем случае... Мужчина будет вами пользоваться. В лучшем... Он станет еще больше... Вести себя как... Ребенок. Вот и все. И... Вам нужно... Спросить себя... Этого ли вы хотите? Этого ли... В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен... За... Обрядную связь. По моему ответу... Это... Позволит вам... Начать... Над собой работу. Желаю вам всего... Самого доброго. Удачи обращайтесь. Что делать. Подписывайтесь... utsalities... Удачи... Україны... Все... Удачи... А ну да... Погади...